Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Рифат. И многие в личку обращаются к таким вот вопросам. Мол, Рифат, расскажи, как ведет себя беспилотная аэрофотосъемка на линейных объектах. Я вам скажу так. Иногда это ужасно, иногда это хорошо, а иногда это очень даже ничего. Все зависит от того, как вы относитесь к выполнению объектов, какие у вас специалисты, какую вы используете технику. Данный видеоролик относится к серии видео о квадрокоптере Atlas Compact Geo. Если не видели обзор, посмотрите обязательно. Вот тут появилась... Да, здесь. Появилась подсказка. В предыдущих двух роликах я рассказал, как из фотографий и рейнекс-файлов с борта квадрокоптера получить готовые ортофотопланы и экспортить их в Автокад и в Мап.Инфо. В этом ролике я не буду говорить, на какие кнопки нажимать, чтобы получить конечный результат. Это видео больше несет аналитический характер. То есть, получается, предположим, вы выиграли тендер на выполнение, скажем так, реконструкции дороги. Какого-то небольшого участка. В нашем случае это участок 15-ти километровой дороги. Почему 15? Потому что это предельный маршрут, который может выполнить квадрокоптер за один полет. с перекрытием снимков 50 на 70, на высоте 150 метров и ширина съемки при этом составит 250 метров. Предположим, есть участок автомобильной дороги. Опять же, повторюсь, вам нужно сделать реконструкцию. Заказчик от вас просит топографический план в масштабе 1,500 с течением рельефа полметра. Что нужно сделать в первую очередь? Нужно, понятно, завязать сеть. Уже знакомая сеть. Получается, раньше здесь была только вот эта базовая станция. И два пункта промежуточные Путралова. Теперь я туда добавил еще одну базовую постоянно действующую станцию в городе Тосно. Перемкнул между собой и добавил еще один пункт Гетрова. Получается, при уравнивании ошибка, почему-то опорный коэффициент оказался большим. Я пункт промежуточный сделал только по высоте. Путралова и Гетрова в плане его по высоте. Почему? Потому что промежуточный, скорее всего, низкий класс в плане по точности. А Путралова и Гетрова высокий класс в плане по точности. Поэтому промежуточные с ними плохо бьется. Итак, получилась такая вот паутинка. То есть, тоже это херовая сеть. Никуда она не годится. Но для нашего эксперимента подойдет. От этих двух постоянно действующих станций были закоординированы 5 опознаков. Почему 5, спросите вы? Потому что плотность опознаков для полуметровки нужно закладывать каждый километр-километр 200. В зависимости от сечения рельефа. То есть, если это более-менее равнина, то, соответственно, километр. Если это небольшая равнина, то километр 200-километр 300. Все остальные цифры по плотности закладывания опознаков вы также видите на своем экране. Цифры для закладывания опознаков были взяты из нормативных документов и 20-летнего опыта нашей фирмы в подобных видах работ. То есть, получается, мы отстояли на каждом километре опознак, взяли естественные контура, но об этом чуть позже. УП1, 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 УП2, УП3 и УП4. Закоординировали их статики одночастотным приемником. Поэтому посчитал я двух постоянно действующих станций, а их координаты получил от измерений из пунктов. Ну и получилось даже немножко уравнять. Также в этой сети была уравнена базовая станция, от которой посчитана кинематика. То есть, вот она кинематика. Для получения координат центра фотографирования точных позиций съемок. То есть, все это отстояли сперва. Взяли естественные контура, как я и сказал. Позже приехали в центр линейки. Почему в центр? Потому что одночастотные приемники лучше не удалять друг от друга. То есть, обычно это уверенно работает до 10 километров. Ну, в нашем случае это на удалении 7 километров. То есть, в этом месте стояла базовая станция. Она молотила статику с частотой записи 5 Гц. Из пилотника сперва прилетел так вот, по такому маршруту. Потом вот эту длинную линейку 15 километров. И вернулся. То есть, получается двойное перекрытие. Вот получилась вот такая вот линейка. Если не верите, вот я возьму инструмент линейка. Измерю. Ну, получилось примерно 15 километров. То есть, это он за раз только снимает. Так, это сейчас мы уберем. То есть, вот получается. Что было взято в качестве опознаков? Закладывать и маркировать опознаки не было смысла. Потому что, ну, зима. Плюс тогда будет все чистить. Ну, нафига делов. Поэтому взяли, естественно, контура. В качестве первого опознака был взят столб. Поваленный. Угол бетона на столбе. Вот видите, столб он упал. Видимо, он давно лежит. Но момент коррозинирования опознаков и залетов с квадрокоптера. Он находился на месте. Вот угол. Потом в качестве второго опознака. Был взят сторожок кабеля связи. То есть, он тоже хорошо виден. В качестве третьего опознака был взят какой-то колодец непонятного. Вроде как брошенный, высокий. Вот взяли его угол. В качестве четвертого опознака был взят угол какого-то непонятного колодца квадратного. Вот он угол. И в качестве пятого опознака был взят отбойник, мостик. Извините за мой французский. Просто я не совсем разбираюсь терминологией. Возьмем линейку. Измерим, если не верите, ширину съемки. 250 метров. Сперва в фотоскане я выровнял фотографии. А это же взаимное ориентирование снимков. Построил разряженное облако. После этого на основе разряженного облака построил карту высот. Вот карта высот. Как вы видите, чем синее, так скажем, перепад ниже, чем краснее, чем перепад выше. То есть, смотрите снизу на отметку 37.79. Наводим на дерево. 38.71. Ну, а на дерево плохо собралось. Надо взять какой-то более густой лес. Вот более густой лес. То есть, вот видите, тут лес. То есть, 39.560. Маркер опускаем в откос, в кювет. 38.49. То есть, перепад вниз пошел. И теперь маркер наводим на дерево. Оп, сразу 50 метров. То есть, видите, какой перепад. То есть, матрица более-менее правильно построила рельеф. А насколько правильно, узнаем чуть позже. Это то, что фотоплан построился без опознаков. То есть, сейчас опознаки, они даже не в ролях контрольных. Я их просто загрузил и посмотрите, какое значение выдаст программа в плане и по высоте в сравнении с отложными координатами. Итак, давайте посмотрим. Опознак первый. Программа выдала, что на данной точке она построила план. Смотрим последние цифры по ху и у. 59.36.96.11. Наводим на опознаковую координаты. Еще раз смотрим. 59.37. Так. 96.11. Как вы видите, в плане села более-менее хорошо. Буквально несколько сантиметров. Теперь смотрим отметку. То, что нам выдала программа. 39.56. То, что является по каталогу. 38.78. Как вы видите, ошибка составила порядка 80 сантиметров. Идем к следующему опознаку. Познак 1.1. Что нам выдала программа в плане? Так. Где-то вот здесь взята координата. 58.50 по ху. Смотрим. 58.50. 10 сантиметров по ху. 0.257. Смотрим по у. 0.256. То есть порядка 12 сантиметров от лед в плане. Смотрим отметку. 31.100. 30.55. Опять же ошибка по высоте очень грубая. Порядка 60 сантиметров. Идем дальше. Опознак номер 2. По списку он третий. Что вы... Так. Где-то вот здесь взят. Где-то вот здесь был закоординирован опознак. Получается в плане по ху. Смотрим последние цифры. Метры. Десятые. Метры. Дециметры. И сантиметры. 17.98. 17.95. 3 сантиметра от лед. По ху. 25.52. 25.52. Ну тоже. Тоже порядка до 10 сантиметров в плане. В принципе и в плане хорошо. Смотрим отметку. 40.125. 39.21. Ого. Почти метр от лед. Непорядок. Идем дальше. Угол колодца. Где-то вот здесь был взят сам колодец. Вернее угол колодец. Смотрим также. По ху. Опять же смотрим. Десятые метры. Дециметры. Сантиметры. 79.78. 79.81. По ху почти все сошлось. Смотрим у. 88.02. 88. Порядка 15 сантиметров. Получился от лед в плане. Смотрим отметку. 38.01. Смотрим. 37.35. Порядка 70 сантиметров. Отметка. Вот. И смотрим на. И последний опознак по списку. Но не последний по значимости. Смотрим 5х. В плане. 0.2.13. 0.2.29. Получается порядка 15 сантиметров. По ху отлетело. 58.65. 58.46. Ого. Вот тут уже грубее. Порядка 40. 35-40 сантиметров в плане. И по высоте. 29.98 нам выдала матрица высот. 30.12. О. Здесь более-менее сошлось. Буквально 30 сантиметров. Итак. Почему такие грубые ошибки. Особенно по высоте. Потому что программа построила ортофотоплан по двум перекрывающимся маршрутам. То есть грубо говоря. Вот это модель местности. А это два маршрута. То есть он вот так вот налепил снимки на модель. И таким образом построил ортофотоплан. Что делает. Для чего нужны вообще опознаки. Если вам нужна плановая часть. Опознаки фактически не закладываются. Если вам нужна высотная часть. То опознаки прибивают эту модель на местность. И таким образом по высоте гораздо все будет красивее. Смотрим. Открываем другой проект фотоскана. Здесь уже опознаки взялись. Участвовали в уравнивании. То есть здесь я их прям наносил. Также вот смотрим ошибку среднем по взаимному ориентированию. Это буквально один сантиметр. Тут тоже один сантиметр. Четыре сантиметра. И смотрим ошибку после оптимизации. То есть тоже в пределах сантиметров. То есть грубо говоря, как я и сказал, модель подтянулась к местности. Тем самым вы, ну конечно в полуметровку вы не попадете. Но в метровку вы попадете. Итак, теперь самое интересное. Мы не геодезисты. Если не выполняем контроль на разных стадиях выполнения табора физической съемки. Завязывания сети. Поэтому мой коллега, блогерский коллега Санкт-Петербурга Алексей из канала «Геодезисты инструкции по применению» вызвался мне помочь. Он проехался по всему этому маршруту и закоординировал контрольные точки каждый километр. То есть он работал от сети базовых станций «Геоспайдер». У него хорошая геодезическая аппаратура. Давайте загрузим контрольные точки и посмотрим, что мы имеем. Обознаки. Так, тут главное сейчас осень не перепутать. Так. Все, вроде то. Да, для всех. Итак, обознаки нанеслись. Кстати говоря, когда он, перед тем, как он поехать, он заехал на пункт «Гетрова». То есть он на нем проверялся, он постоянно проверяет то, что выдает «Геоспайдер». То есть как получается? Он дозванивается, он работает в «Энтрип», дозванивается ровером до постоянно действующих станций. И постоянно действующие станции уже раздают твердые уравненные координаты на данную местность. Как бы, ну это очень такое крутое решение. Если интересно, о чем идет речь, то у него на канале есть видео о том, как он берет интервью у создателя «Геоспайдера». Ссылку оставлю в описании к видео. То есть он приехал, проверился на данном пункте. И вот где-то вот тут тоже он на каком-то пункте проверился. Итак, заходим снова в фотоскан. Зону опознавания я ему наметил. То есть он ехал на машине, через каждый километр останавливался и брал какую-то контрольную точку, которая хорошо видна на снимке. В качестве первой контрольной точки он взял край разметки. Смотрим, сравниваем координаты. Это ложные, которые измерил Алексей. И координаты, которые выдала программа при построении фотоплана. Опознак номер 3. В плане 20.00, 20.05, 5 мм разница. 19.20, 19.28, ну где-то 8 см разница. И высота 38.95, 38.57. Порядка 30 см разница по высоте. Почему такая разница по высоте всё равно? Потому что фотоплан, построенный в данной программе, строился на измерениях центра фотографирования. А центры фотографирования были посчитаны вот в этой херовой сети, где всего лишь 2,5 пункта. То есть вот они, вот эти центры были посчитаны от этой базы. Эта база была посчитана от этих вот двух баз, постоянно действующих, ЕФТшных. А эти две базы координаты получили от пунктов ГГС. Он же работал в сети постоянно действующих станций Геоспайдер. Геоспайдер – это такие серьёзные ребята, которые завязали сеть на всю Ленинградскую область. То есть настыкали постоянно действующих станций, в Энтрипе раздают поправки, ну и, естественно, за деньги. То есть они использовали там несколько измерений на пунктах, делали независимые измерения, пункты между собой перемыкали, включили в учёт всю треангуляцию и полигонометрию. Ну прям, короче, очень круто. И прям в таком виде они раздают поправки через Энтрип. И не нужно делать калибровку. Ну это очень круто. Жалко, что только в Ленинградской области я знаю, что такое есть. Ну так вот. Так как они уравнивали в сети пункты полигонометрии, то, скорее всего, у них дофига пунктов, которые имеют 2 или 3 знака после запятой. То есть, грубо говоря, сеть ещё не только плановая, но и высотная. У меня сеть держится на 2,5 пунктах. Поэтому, соответственно, разница по высоте не от того, что это херовый квадрокоптер и хреново построила программа фотоплан, а от того, что исходные данные сильно разнятся друг с другом. Поэтому такие вот 30 сантиметров. Но плюс ко всему он работал в РТК, хоть и лейковский приёмник, но всё равно какой-то отлёт, я думаю, есть небольшой. Так, идём на следующий опознак. Он взял низ отбойника. Получается опознак 2. Я его выделил. Что выдала программа? В плане смотрим 0,8,55, 0,8,61, 6 сантиметров, 39,73, 39,72, отлёт 1 сантиметр. А получается в общей сложности порядка 7 сантиметров. 7 сантиметров мы уже укладываемся в пятисотку. Если бы это можно фото плавно, будем отрисовывать элементы ситуации. Смотрим отметки. 32,16, 32,26. Порядка 10 сантиметров. Уже неплохо. Уже в полуметровку укладываемся. Идём далее. УП-01. Также взял край разметки. Кстати говоря, видео о том, как он делал, координировал опознаки, будет у него на канале после того, как это видео выйдет. Так, смотрим ОП-01, 32, смотрим отметку 32,22, 31,96. Порядка сколько? Так. А, вот ОП-01 и то смотрим. 32,22, 31,96. Порядка 20 сантиметров. Смотрим план Х, 66,95, 66,93. Порядка 2 сантиметров. 12,79. И несколько сантиметров по высоте. Ой, в плане. Идём дальше. ОП-00. Смотрим отметку 31,76, 31,63. Порядка 10 сантиметров. И несколько сантиметров в плане. Неплохо. А, 31,20. 31, ну в целом, видите, 20 сантиметров. То есть, даже если опять же сравнить, допустим, видите, 31,00, 31,20. То есть, каталожная координата выше, то есть, выше, чем отметка, которая выдала программу. Ещё раз смотрим на следующем по знаке. ОП-02, 35,84, 35,58. Да, опять же, каталожная координата выше. То есть, тут системно все отметки, которые мне прискинул Алексей, выше, чем отметки, которые выдала программа. То есть, опять же, повторюсь, что это точность привязки. Вы проконтролировались, создали ортофотоплан. Но вообще, если вам именно нужна пятисотка и полуметровка, то каждый километр именно нужно делать так, чтобы по знаке участвовали в уравнивании. То есть, вам нужно сделать съёмку дороги и по нему построить, грубо говоря, продольный профиль. Берёте элемент. Нарисовать ломаную. Чик, чик. И идёте так по всей дороге, вместо того, чтобы это делать вручную. Также экспортируйте отметки в формате DXF и открывайте уже в любой программе. В предыдущем ролике об этом всё есть. Итак, господа и дамы, это была серия роликов о квадрокоптере Atlas Compact Geo. Я проверил, годится ли этот квадрокоптер для геодезических и топографических реалий. И я делаю вывод, что да, он неплохо справляется, с учётом того, что он стоит 400 тысяч рублей. Это гораздо, по моему мнению, это гораздо лучше, чем всякая продукция DJI, где просто куча колхоза, где хуже камера, хуже аппаратура, летает он меньше. Конечно же, это до GeoScan не дотягивает, потому что у GeoScan на борту полнокадровая камера, у них на борту двухчастотный, двухсистемный ганасосприёмник, но это уже машина. Также это всё не обошлось без минусов, о минусах я указал в обзоре. Я это всё передал разработчику, и разработчик в ближайшее время все недочёты устранит. Кроме того, в штатную стоимость 400 тысяч рублей добавится поисковый GPS-маячок, то есть это такое небольшое устройство, куда вставляется сим-карта, вы его крепите к квадрокоптеру. В случае какой-то экстремальной ситуации вы можете просто взять смартфон, отправить на нужный номер нужную смс-ку, и в ответ придут координаты, где находится в данный момент квадрокоптер. Если, опять же, что-то случится с радиомодемом, или вы не купите радиомодем, который позволяет наблюдать за работой квадрокоптера за 20 км. Кроме того, в комплекте теперь идёт устройство для размагничивания, то есть это сделано для того, чтобы работа аккумулятора не сбивала работу встроенного электронного компаса. Кроме того, в комплекте теперь идёт новое умное зарядное устройство, которое заряжает, со слов разработчика, аккумуляторы в три раза быстрее, чем старое устройство AMX-B6. Кроме того, работы по ТО после окончания гарантийного срока делаются бесплатно. Это очень хороший бонус, это прям замечательно. Также разработчик сделал анонс некоторых своих новинок. Это квадрокоптер Atlas Geo, в отличие от первой версии, он уже будет иметь двухчастотный, двухсистемный геодезический ГНСС-приёмник, что позволит его отдалять от базовой станции на расстоянии 20-25 км. Более того, какие-то новые доработки, что привело к тому, что данный квадрокоптер будет делать линейную автосъёмку протяжённого маршрута за 50 км. И это тем самым увеличенное время полёта. Также анонсируется БПЛА самолётного типа для топографических целей. Чем он будет отличаться от конкурентов на рынке? Во-первых, большое время полёта, более двух часов. Значительное более высокое качество ФС, потому что на нём интегрировали гиростабилизирующую платформу и смазанных картинок будет гораздо меньше. Возможность эксплуатации в зимних условиях. И основным отличием данного планера будет более низкая цена. Все ссылочки будут в описании к видео. А пока, пока-пока!